На сегодняшний день в Волгоградской области порядка 90% домов для погорельцев сданы в эксплуатацию. Напомним, что всего в нашем регионе должно быть построено 275 новых домовладений. Продолжение темы у Елены Лыковой. Александровская, Лапшинская, Веселово, Осички, Русская Бундевка, Фоменково. К этим населенным пунктам в нашей области сегодня приковано внимание властей разных уровней. Почти во всех поселениях дома для погорельцев уже сданы в эксплуатацию. Люди въехали и обживаются. Сложнее ситуация в Фоменково. Здесь, по мнению специалистов, задержка с вводом жилья может составить от нескольких дней до полутора недель. Строительству мешали дожди и финансовые вопросы. Там подрядчик без оплаты не хотел выполнять эти работы. Но сейчас они стараются завершить эту работу. Я думаю, немного не успеют. Но надеемся, что жители не останутся в обиде. Простят им одну неделю до 10 дней. Самое главное, отмечают областные власти, что к новым домам подведены и запущены в работу все сети. Вода, канализация, электроэнергия, газ. Кстати, там, где голубого топлива до этого не было, селяне уже прошли специальный инструктаж по использованию газового оборудования. Пострадавших поселков построят 14 километров новых дорог. То, что из-за погодных условий не сделали осенью, закончит весной. К слову, впереди в селах-погорельцах и возведение социальных объектов. Их всего 17. Средства на эти цели в областной бюджет из Москвы уже поступили. После 1 декабря мы приступаем к строительству объектов социально-культурного назначения. Это школа, это физкультурно-оздоровительные комплексы, это фельдшерско-акушерские пункты, это площадки детские и так далее. Вот то, на что выделило нам государство уже деньги и часть тех средств, которые находятся в фонде пожертвований. А вот в областном бюджете найдут средства для тех погодельцев, их на сегодня 7 семей, кто выбрал взамен нового дома денежную компенсацию и решил перебраться в город. Дело в том, что федеральных денег на покупку квартиры, скажем, в Волгограде не хватает. Недостающую часть и выделят из региональной казны. Елена Лыкова, Андрей Стоимин, телекомпания Ахтуба.